Добрый вечер, тагильчане! 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 Давай посмотрим! Добрый вечер, тагильчане! 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 Ну, сейчас молодые люди в армию ходят и воюют с 18-ти лет, а алкоголь повышают с 22-х, это неправильно! Ну, я даже, честно говоря, не знаю, наверно это хорошо, я вообще против алкоголя, поэтому, я думаю, что нормально, человек станет взрослым и сам выберет, когда ему пить или не пить. Я не знаю, я не пища человек. Вообще, по сути, не поддерживаю. Раньше, потому что сам выпивал. Я только за. Я бы вообще, чтобы его запретили, если честно. Зачем он нужен? Потому что сама не пью, никому не желаю. Нет, не согласен. Закрыть надо лавочки все алкогольные. Пить вредно и курить вредно. Я согласна с тем, чтобы детям продавали все-таки с 18 лет. А дальше, мне кажется, смысла уже нет. Как бы человек уже достаточно сознательный. Хочет он пить, не хочет. Надо ему, не надо. А там уже на ошибках что-то открывается. Вот такое мое мнение. Сколько вы не запрещаете, вот это человек, если захочет, найдет. В наше время тоже не было. Но мы ходили или на вокзал, или у спекулянтов покупали. Сейчас это и получится. Это поймите. Вообще, если так разобраться, лучше бы они 100 грамм выпили, чем в 12 лет курят. Это я вам столько. Я как тренер вам говорю. То есть, если встанет вопрос 18 или 21 год, то, несомненно, 21. Но вообще лучше, чтобы вообще запретили его из загорода куда-нибудь. Вывезли в магазин, специально сделали. То есть, чтобы в черте города вообще не продавался алкоголь. Это бы идеальный вариант был. Прежде чем мы посмотрим промежуточные результаты нашего опроса, я предлагаю прочитать комментарий, который нам написали прямо сейчас, в прямом эфире, во Вконтакте. Можете тоже писать. Вот Александр Бажанов пишет. Давно пора повысить возраст продажи алкоголя. В принципе, позиция, да. Это мой человек. Твой человек. Есть еще одна позиция. Максим Гусеев пишет. Я бы вообще запретил продажу алкоголя, так как вся страна запилась. Сырово. Очень сырово. Ну что, давай посмотрим опросы. Давай посмотрим, какая у нас ситуация на данную минуту во Вконтакте. Итак, Вконтакте у нас проголосовало на эту минуту, на эту секунду 204 человека. И все-таки большинство у нас за то, чтобы ввели все-таки ограничения. Ну что, Сергей, вы в меньшинстве. Да, но мы правы, мы в меньшинстве, но мы правы, я считаю так. А что у нас в одноклассниках происходит, давайте посмотрим. И в одноклассниках тоже. И в Вконтакте, и одноклассники против того, чтобы люди до 21 года употребляли алкоголь. Интересная статистика. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы голосуете. Продолжайте голосовать, пишите комментарии. Возможно, ситуация с голосами к концу программы изменится. Ну все же, Сергей, я не понимаю, ну как ты можешь быть против нового законопроекта? Ну, просто. Я же не призываю пить со школьной скамьи или как-то еще. Просто человек, 18 лет, это уже взрослый человек. Он уже, на него действуют все законы, он полностью дееспособный. Его призывают в армию, некоторые даже женятся. И неужели человек, которому можно жениться, не может употреблять алкоголь? Ну, знаешь что, Сергей, безалкогольные свадьбы, говорят, были и в Советском Союзе при перестройке. Ну, при всем этом у алкоголя также есть и положительные качества, плюсы. Например, бокал хорошего, я уточняю, хорошего вина на ночь может помочь расслабиться, отдохнуть. Да ты что, ты знаешь, что ежедневное употребление вина вредит зубной эмали. И вот для меня, кстати, как для девушки, белоснежная улыбка – это очень важно. Ну, хорошо, приведу другой пример. Алкоголь может помочь, когда ты замерз или какое-то легкое обморожение, можно с помощью алкоголя отогреться. Ну, ты знаешь, если растирать кожу, если употреблять ее внутрь, то ничего сверхъестественного не произойдет. Вот у тебя всего лишь расширятся сосуды, а температура тела, ну, она не повысится вообще никак. И поэтому часто и простуды, и обморожения бывают как раз-таки у алкоголиков. Кстати, да, и чтобы тепло одеваться и по погоде самое главное, я рекомендую смотреть вовремя прогнозы. Кстати, вот мы уже один для вас приготовили инстапрогноз. Здрасте, дорогие, это Метео Матио, меня зовут Андрей Вергилий, и сейчас я вам расскажу прогноз погоды на завтра. 21 февраля в Нижнем Тагиле, говорят, синоптики, потеплеет и будет хорошечно. Всего минус 5-6 градусов, а днем может быть еще меньше. Пролетит небольшой снег, снежинки вот такого размера. Предупреждение для туристов из Шотландии. Давайте завтра без этих ваших юбочек, мужики, потому что задувать будет с порывами до 13 метров в секунду. Ну и напоследок, специально для страверов сообщаю атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ну а более точный прогноз погоды на завтра мы узнаем завтра. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, прямо сейчас вы прослушали прогноз погоды. Достаточно такой необычный, нестандартный, да. Если у вас какие-то есть комментарии, пожелания, пишите нам. И помните, что мы в прямом эфире, время не резиновое, не теряйте ни минуты, чтобы сообщить нам какую-то свою новость, мнение, пожелание. И прямо сейчас я предлагаю объявить гостя, который появится скоро в нашей студии. Да, и, кстати, буквально через пару минут к нам присоединится Николай Рыбаков, солист, вокалист Нижнетагильской филармонии, еще участник звездного состава чемпионов высшей лиги КВН и голос команды «Уральские пельмени». Представляешь? Ну а пока мы ждем гостя, портал Lifehacker расскажет нам, как приготовить напиток «Глинтвейн». Но мы напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну а дорогие тагильчане и зрители, оставляйте комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Добрый, добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире интерактивное шоу «Вечер в родном городе». В студии Ника Самойлова. И Сергей Трекин. И это действительно прямой эфир, и мы находимся в студии Тагил ТВ в самом центре нашего любимого города. А главный вопрос сегодняшнего шоу, сегодняшней программы – нужно ли повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. И я считаю, что алкоголь в умеренных количествах, он в принципе не сильно вредит организму, если вообще не вредит, если в умеренных количествах. Ну, ты знаешь, я тут недавно прочитала, что существует 30 заболеваний, вызываемых исключительно алкоголем и 200 болезней, возникновению которых он активно способствует. Кстати, 10% раковых заболеваний могут быть вызваны употреблением спиртного, и еще одна десятка, к слову, 10 граммов спирта способствует нарушению ритма сердца. Так что алкоголь, Сергей, влияет на наш организм, и ничего личного, это просто научное исследование. Хорошо, наука наукой, но у нас есть опросы в соцсетях, на которые мы опираемся, конкретно наши. Есть опрос, который я предлагаю прямо сейчас посмотреть, что там у нас с голосованием, что-нибудь поменялось или нет. Давай посмотрим. Так, ВКонтакте у нас все по-прежнему. Все по-прежнему, да, ничего не меняется. А что у нас в Одноклассниках? Может быть, там наша аудитория немного активнее будет? Так, сейчас посмотрим. Выведите, пожалуйста, нам Одноклассники. В Одноклассниках 74 человека продавцовала при вообще, и все в принципе, да, так же. Дорогие друзья, не теряйте ни минуты, голосуйте, высказывайте свою позицию по этому поводу, потому что вопрос действительно важный, актуальный. Если этот закон примут, то мы все будем подчинены ему. Дорогие зрители, что вы думаете об этом? Пишите, пишите нам. Нужно ли повышать возраст, да. Ну что, давай почитаем комментарии, наверное, да? Вот первый комментарий от Кати Кукиной. Пишет девушка, это бессмысленно. Подростки спокойно покупают алкоголь и в 16 лет. Этот закон глупость. Представляю, как молодожены будут пить на свадьбе сок добрый. Кстати, тут вот девушка, тоже, видимо, молодожен, подмечает, что на ее свадьбе именно так и было. Все пили сок добрый. Вот я с Катей абсолютно согласен. Я еще в начале программы сказал о том, что если запретить продажу алкоголя, то все равно молодежь побежит его искать где-либо в других местах, и это может закончиться плачевно. Ну, это мы уже слышали. Вот Денис Лавров, кстати, ведущий нашей программы, со мной согласен. И он пишет, во многих странах Европы продажа крепких алкогольных напитков разрешена с 21 года. И это, Сергей, нормально. Это он просто подлизывается, чтобы следующую программу вести с тобой вместе. Не сомневаюсь, Сергей, сомневаюсь. Вот в чем я точно не сомневаюсь, в том, что совсем скоро к нам присоединится самый красивый голос Нижнего Тагила, это Николай Рыбаков. Просто узнаем у него, насколько алкоголь влияет на качество исполнения песен. Ну, а пока реклама. Оставайтесь с нами, дорогие тагильчане. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, те, кто смотрит нас в телеэфире Тагил ТВ, в социальных сетях и на Яндекс.Платформе. В эфире интерактивное шоу «Вечер в родном городе». Сегодня в студии Сергей Трёкин и Ника Самойлова обсуждаем, нужно ли повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. В официальных группах Тагил ТВ, Вконтакте, в Одноклассниках, в соцсетях идет опрос по этому поводу, поэтому прямо сейчас не теряйте время, голосуйте, пишите комментарии, высказывайте свое мнение. И, дорогие зрители, в нашей студии гость Николай Рыбаков, певец, юморист, некогда актер команды КВН «Уральские пельмени», вокалист филармонии. И просто хороший человек. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, Николай. Сегодня мы обсуждаем алкогольную тему, а точнее возраст продажи. Какое твое мнение, за или против? Ну, я не знаю, мое мнение, оно как бы так раздвоилось. Как отец двоих детей, я, конечно, за вообще, чем дольше они не будут покупать, тем лучше. Но, с другой стороны, я включаю здравый смысл, и мой здравый смысл мне подсказывает, что чем больше запрещают, тем больше становится актуальна эта тема. Запретили курить в общественных местах, все равно все продолжают. Запретят алкоголь до 21 года продажи, все равно будут искать. Я согласен с мнением вашим, что будут искать и будут находить не всегда качественный алкоголь. То есть, это будет возможность продавать из-под полы фальсификат, всякую бормотуху, но они найдут. Лучше пусть они усилят качество продукта. Вот я бы, честно говоря, надзор над качеством. Вообще, культуру какую-то прививать. А как говорил Жириновский? Вот, говорит, вы знаете, культурные... Как-то не говорил Жириновский. Нет, он говорил, что все самые культурные цивилизации, это там, где есть культура винопития, виноделия. То есть, это Греция, это Италия и все остальные страны, где делают вино качественно, там есть культура, там есть цивилизация. Давайте посмотрим промежуточный итог голосования нашего опроса ВКонтакте. Давайте посмотрим, что-нибудь меняется у нас или нет. Нет, все так же 204 человека, та же картина. Что в одноклассниках? В одноклассниках, да. Люди, не теряйте ни минуты, голосуйте, вы можете повлиять на итоги голосования. Мы в прямом эфире, я еще раз напоминаю. Николай, расскажи нам, пожалуйста, о своем отношении к алкоголю. В принципе, алкоголь это добро или зло? Смотря в каких ситуациях. В каких ситуациях алкоголь это добро? Ну, если оно в небольших количествах, в хорошей компании, то есть все в меру, оно все полезно. Но когда идет чрезмерное потребление, я бы сказал, вредит не само потребление, а чрезмерное потребление. То есть когда люди упиваются, то есть теряют меру, вот тогда это вредно. А если смотреть в принципе на проблему алкоголя, то я против алкоголизма, то есть это как раз чрезмерное потребление. Но я против запрета продажи, в принципе, потому что тогда у людей появится возможность, если у них будет возможность где-то взять, они возьмут еще больше, чем могли бы. Но ведь не так давно ввели же закон о запрете продажи в ночное время. А толку-то все равно же, открылись места, где можно из-под полы купить все что угодно, правда в открытом виде, в каком виде они это донесут, качественно, некачественно. Но тем не менее, возможность есть. Будет закон, будут лазейки обхода этого закона. У нас опять сводится все к тому, что нужно приучать выпивать правильно. А вот смотрите, опять же, 18 лет, этот человек становится студентом. Ну да, мы еще про это будем говорить. То есть он учится в УЗЕ. Скажем так, в УЗЕ очень много всяких тем, связанных с алкоголем. Даже песня есть такая же, как вокалист. Помните, я не знаю, старенькая, добрая песня, под гитару обычно пели, там, Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак он лучше бы открыл на нашей улице пивную. Дурак он лучше бы открыл на нашей улице пивную. По маленькой, по маленькой, налей, налей, налей. По маленькой, по маленькой, чем поют лошадей. А я не пью, говорит Дика. Врешь, пьешь, ей-богу нет. Так наливай студент, студентки. Студентки тоже пьют вино, а непьющие студентки все повымерли давно. Но! Ну, неправда, неправда. Вы знаете, что у некоторых наших сотрудников Тагил ТВ мы провели опросы, и оказалось, что у них при покупке алкоголя в магазине все-таки спрашивают паспорт. Вот вы человек взрослый, с бородой, и вы сами скажите, у вас есть такая проблема? Вы знаете, я очень редко покупаю алкоголь, неважно, сколько мне лет. То есть, стараюсь чрезмерно это все не употреблять в больших количествах и часто. Но иногда, конечно, бывает под хорошей компанией, под хорошую закуску, цивилизованно-культурно. Я предлагаю цивилизованно-культурно окунуться немножечко в прошлое. А на вопрос никогда не спрашивай. Окунуться в прошлое, посмотреть ролик из прошлого, из 2000 года, о том, как участвовали, получается, в высшей лиге КВН. КВН, да, у нас есть ваше замечательное видео, я предлагаю и вам еще раз посмотреть, и на нашим зрителям посмотреть, некоторым даже, может быть, и впервые. Смотрим. Кентальство. 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 Кинтаж зис. 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 изменился юмор но юмор конечно же изменился стали может быть другие темы более актуальные кто-то сказал что может быть не смешно хотя я вот пересматриваю не смешно ну вы знаете вот тогда тоже 1 один из первых у меня номеров был это вот здесь на баяне тогда был на балалайке группа такая тебе есть там просто называется четыре ноты сыграл зал лежал просто сигнал точно время сначала изображается люди смеются то есть вот сейчас покажи а тогда это было смешно актуально как на балалайке сыграли такую тему а сейчас это говорит что раньше было все просто сейчас мы не то чтобы просто сложнее сложнее просто больше информации у людей людей черпают из интернета они стали какие-то более присытились можно присытились людьми не присытили сейчас карапульки а мы сейчас большие вот такие номера уже никого слишком долго это слишком долго сейчас очень маленькие клиповое мышление увидел быстро три четыре слова все зацепило и уже дальше мозг переключился вопрос если еще про сцену про алкоголь и вот а бы тут такой не знаю миф мнение 50 грамм коньячку и на сцену вот для куражу но не всегда но в принципе иногда помогает конечно но чем старше становишься тем понимаешь что бесполезно это вот помогало как раз 20 лет назад чтобы кураж какой-то получить может сейчас уже без этого получается выходить на сцену до коп İima как научиться также играть и петь вот что куда идти что нужно для этого делать сколько на это требуется времени некоторые для этого нужно быть просто студентом опять же как это все получится если вы запретите продавать студентам алкоголь не то чтобы закроет не то чтобы квоенщики не все алкоголики нет ни в коем случае но не без этого конечно как как будет придумываться смешной юмор как будет ну я не столько придумал сколько участвовал в скажем так спал реализации в исполнении этого смешного юмора но тоже ведь не без этого все придумывается но как какие есть как кто-то сказал льюис кэролтон ведь тоже извините свою алису стране чудес не подрезу стены поэтому возможно ну а вот касаемо не знаю выступления концертов были ли какие-нибудь интересные истории вот связаны с к веном или со сцены во время или может быть во время подготовки репетиции вот конкретно этот номер с этим пальцем не знаю сколько это нужно было репетировать он звучал до два дня не знаю наверное ушло потому что все очень быстро происходит кого не если там драматические актеры репетируют скажем так свои спектакли месяц там постановка там недели то тут у тебя на все про все несколько дней то есть ты привозишь материал в москву там его смотрят редакторы вырезают практически все остается процентов 30 тут же садится авторская группа кто участвует они это все пишут тут же все это на ногах ставится смотрится как она будет смотреться заранее подготовиться невозможно заранее ели делал от подготовка потому что все равно она будет порезана она будет отредактирована она будет что-то убрано что-то добавлено и это все делается фактически вот как мы сейчас с вами онлайн то есть единственное что у нас может быть есть несколько дней на подготовку всего этого то есть люди очень быстро заряжены мобильные все это делают нет времени чтобы долго репетировать но решение о том что не знаю убрать вырезать ставить кто принимает это а сама с решающей или есть редакторы у него главные то есть которые все это доверенные лица конечно да потом есть генеральные прогоны где сидят все вот вся эта элита и смотрят как что убрать иногда вот именно в нашей команде было такое что на генеральном прогоне одно там есть такое была такая режиссер вера она смотрела все отсмотрела все шутки а на галке появляется еще шутка эту шутку вырезает из эфира только потому что она не знала где точки в этой шутке она не знала как ее снять потому что мы все зрители да мы все зрители видим квн глазами режиссера который снимает это все он должен видеть все шутки он должен их знать где кого в какой момент снять потому что если он снимет неправильно шутка не дойдет до зрителя а вот конкретно не знаю сегодняшний современный квн какая любимая команда или что нравится что приходит не знаю нравится пересматривать сейчас только команд конечно же какая сейчас лучшая команда я не знаю как лучше русская дорога мне очень нравится потом я боюсь даже да все всех не вспомнить но мне нравятся люди у которых неординарный такой юмор который вот нет неожиданный может борцы нравятся нестандартно да такое определяющиеся иногда очень неожиданно бывает у нас есть комментарии по нашей теме еще по алкогольным мы про не забываем никого давай прочитай комментарии от ивана от ивана у нас это очень большой расширенный комментарий видишь человек не поскупился слова и так его нам пишет совершеннолетие с 18 лет купить если нельзя не значит что и пить нельзя будет просто государство дарит давит на свободу человека еще больше народ сам это поддерживает потом жалуются в россии нет свободы и и и не будет пока вы будете позволять государству диктовать как вам жить человек если захочет он найдет способ как приобрести спиртное давайте сразу разрешим и сигареты продавать только с 21 года и сексом заниматься тоже 21 а на войну отправлять и начнем с 14 лет как только паспорт получили народ что в голове у вас творится а вот татьяна написала другой комментарий она говорит о том что а это хорошо это поможет а не отвлекаться студентам от учебы запрет это еще больше скажем поможет им отвлекаться им нужно будет еще найти где это взять то есть времени будет больше уходить будет вырабатываться смекалка какая-то я не знаю я вообще против всех запретов не конечно все разумных пределах но я вам так скажу есть один пример у меня скажем так проблема наркомании не решается тем что наркомания уголовно наказуем вот и все то есть от этого проблема не решена ну да соответственно проблема алкоголизма одним запретом не решить надо культуру как-то немножко с другой стороны прививать не кажется да да обсуждая эту тему вообще алкоголя и повышение возраста продажи нельзя не обратиться к мнению экспертов предлагаю прямо сейчас посмотреть а что они говорят об этом а пока дорогие тагильчане оставляйте комментарии в наших социальных сетях вконтакте и одноклассники я считаю что да это уже такие вынужденные меры потому что возраст подросткового алкоголизма он к сожалению снижается и у молодежи есть возможность до приобрести спиртные напитки да вот возрасте там 18 лет я считаю что мера это необходимо и уже молодой человек да уже в возрасте 21 года когда это все уже осознано когда это уже идет с пониманием дело может приобрести какую-то алкогольную продукцию то 18 лет я считаю что нужно заниматься спортом вести здоровый образ жизни про спиртной в этом возрасте не думать в любом возрасте вреден а не полезен поэтому влияет и на психические процессы да и на поведенческие реакции молодого человека поэтому я думаю что хорошо что это нам нормотворческая инициатива сейчас уже в качестве законодательного акта выйдет и будет действовать на этот счет только один ответ более я спортсмен и виду здоровый образ жизни и я бы хотел чтобы вообще полностью запретили алкоголь не продавали его и в общем как то так если такое не получится сделать увеличить возраст это в любом случае это плюс потому что ну очень много молодежи на самом деле покупает спиртной употребляют что ведет к худшим последствиям если биологической точки зрения то отмирают нервные клетки нервные клетки да клетки в мозгу но все равно все равно я знаете что заметил заметил что все равно у нас в стране даже в тагиле у нас очень очень много молодежи которая но не пьет не курит и больше занимается спортом также то есть продолжаю всех призывать заниматься спортом дорогие друзья согласны вы или не согласны с мнением наших экспертов пишите в комментариях в трансляции вконтакте одноклассники прямо сейчас там где трансляция программы нашей николай мы уже выяснили что во время квн вы были студентом вот скажите нам как вам удавалось совмещать и учебу и игру да тяжело удавалось приходилось даже в как сказать в академку ходить не знаю не посещать долгое время потому что невозможно ездить по концертам на гастроли и учиться но тем не менее я все-таки собрался закончил то есть по крайней мере у студентов которые занимаются скажем так таким творчеством появляется лояльность от педагогов как тут как бы не столько лояльность находчивость как это быстро кратчайшие сроки сдать а тогда вернемся уже к сегодняшнему дню скажем так про филармонию как как попал филармонию вообще не ну я же как бы пою так получилось я уже как-то сидел на подобном диванчике уже рассказывал вашим коллегам что скажем так филармонию попал но не совсем случайно просто было несколько концертов с тагильскими гармониками участвовал там как солист вокалист потом решили что почему бы и совсем не поучаствовать в таком зажиме как коллектив да я уже просто попал как штат сотрудников не что диска филармонии здорово ну а тебя по праву считают золотым голосом нижнего тагила скажи пожалуйста ты как-нибудь когда-нибудь пробовал участвовать в музыкальных проектах например шоу голос чтобы заявить о себе не только на просторах нижнего делу работы мне кажется можно потом стоит попробовать я послушаю вы говорите что но очень заняты у вас очень много дела работаете ли вы над каким-то проектами сейчас вы какие проекты имеете ввиду над проекты которые вот связаны с филармония у нас на самом деле очень много разных планов филармонии как вы заметили в принципе филармония звучит сейчас у нас инструменты новые появляются возможности новые тут вообще такая прям реорганизация происходит конечно же не обходится без каких-то новых проектов ну и конечно же не обходится без скажем так как к в на части потому что все сегодняшним кого нет ни никого в том смысле в котором вы его понимаете купе силах и находчивых а что-то взять оттуда веселые перенести сюда скажем так концерт и мы иногда это используем николай скажите пожалуйста правда чтобы еще и дед мороз вот вот дед мороз и не только я же еще филармония заслуженный филармония нижетагильской филармонии да филармония это дымовой филармонии да я про он самый а какие проекты есть еще помимо филармонии есть какие-то выступления группы музыкальные что сейчас я не ну а еще пробую себя в теме отдыха досуга и организовывать или просто я сейчас участвую в такой организации как компания медведь экстрим это экстремальный вид отдыха так вот я сейчас качестве кого качестве организатора инструктора ну я думаю может быть просто ездить отдыхать как нет я очень люблю стировать времени не хватало и тут как-то встретился с ребятами очень позитивный на самом деле и мне очень нравится отдых в лесу и отдых вообще на природе а тут тем более само название такой постигает экстремальные виды отдыха где можно там по скалам полазить и попрыгать в общем мысль вот сейчас участвую в организации подобного спасибо вам большое чтобы пришли к нам в программу и ответили на все ваши наши вопросы а пока мы прощаемся с гостем предлагаю посмотреть видео это видео к 23 февраля к празднику хор хор военных кстати это неплохое видео и но подходит по теме к нашей программе много исполнителей в россии появляется и тут и там столько музыки не осилить и не привыкнуть к новым именам простой читают рэпчик кому бог слуха не дал в москве без голоса и вечно шанс он уже всех за толпа петлот петлот петель 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 Я послушал, в общем-то, немало Освободить бы место в голове Но когда же уйдет эта Алла И разобьется рюка на столе Про столи читают рэпчик Кому бог слуха не дал В Москве безголосие вечно Шансон уже всех задолбал Лишь пи-ти-ри-пять, пи-ти-ри-пять Пи-ти-ри-ти-ра-пять Пи-ти-ри-пять, пи-ти-ри-пять Пи-ти-ри-ти-ра-пять Пи-ти-ри-пять, пи-ти-ри-пять Пи-ти-ри-пять, пи-ти-ри-пять В родном городе И я предлагаю уже посмотреть итоги опроса в наших социальных сетях Так, давайте посмотрим, что у нас творится в ВКонтакте Изменилась ли там ситуация? Да, изменилась, смотри Проголосовала? 10 человек, да, но и все равно процент проголосовавших за... Так и было, 66 и 33, в принципе, большинство россиян и тагильчан выступают за то, чтобы принять этот закон А в ВКонтакте, в Одноклассниках у нас добавился один человек И позиция все равно та же, да, это сократит количество опивающей молодежи За этот вариант проголосовало больше человек Так что... Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваше участие, за вашу активность Голосуйте Нам очень нравится, что вы участвуете в нашей программе И помните, дорогие друзья, не обязательно снимать стресс алкоголем Худеть с помощью бокала вина И даже для того, чтобы согреться, можно найти десятки других способов И главное помнить, что много пить, здоровье вредит Ну а завтра вечер в родном городе с вами проведут Денис Лавров и Екатерина Лель И тема завтрашнего эфира – День защитника Отечества В ближайшее время в Одноклассниках и ВКонтакте мы разместим новый опрос Обязательно голосуйте, пишите комментарии Голосуйте, да, и комментируйте, потому что ваше мнение нам очень важно И также не забывайте о розыгрышах Если вы делаете репост опросы себе на стену То вы становитесь участником розыгрыша и можете выиграть приз в Тагил ТВ Да, а сразу после нашей программы в 19.00 смотрите в эфире Тагил ТВ выпуск новостей Нам остается только попрощаться с вами Сегодняшний вечер с вами провели Ника Самойлова И Сергей Трекин Смотрите интерактивное шоу «Вечер в родном городе» С понедельника по четверг на Тагил ТВ До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok